Кого-то из этих ребят можно назвать вожатыми-старожилами, а кто-то еще только вливается в это движение. Никита Козырев отработал три смены и уже решил попробовать себя в открытом чемпионате по вожатскому мастерству. Из двух номинаций – лучший студенческий педагогический отряд ПФО и напарники – выбор пал на вторую. Никита со своим напарником уже подготовили план-сетку и отослали на оценку жюри. Еще нужно будет представить авторскую игру, легенду и коллективно-творческое дело. Я уверен в своих силах и считаю, что уже неплохим вожатым являюсь. Могу задать жару другим участникам и в принципе, ну не мне судить себя, а детям, но как мне уже высказывались и говорили, ты лучший вожатый, который у нас был. В прошлом году в рамках финала 10-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» впервые была представлена новая компетенция «Вожатская деятельность». Ее разработали мордовские эксперты. Направление это решили не забрасывать, так и появилась идея создания открытого чемпионата по вожатскому мастерству. Участие в нем принимают 200 человек из 9 регионов Приволжского федерального округа. Мордовию представляют две команды. Такое мероприятие в республике проходит впервые, так как в нем участвуют еще и педагогические отряды. Именно для педагогического направления, я думаю, самым важным, самым ценным является именно обмен опытом. Ну, знаете, где-то подсмотреть игры, где-то пообщаться с ребятами, где-то вспомнить условно мероприятия, на которых были. Ну и, конечно, это хорошая школа или проверка тех знаний, тех умений, которые ребята получили на сменах уже практических в лагерях. Дым костра создавал уют, к мероприятию присоединились почетные гости. Тему вожатского движения обсуждали в виде традиционной вечерней свечки. В такой уютной атмосфере поговорили о роли вожатого в социализации детей. Эта деятельность ничем не отличается от педагогической. Я даже считаю, что она глубже, потому что затрагивает именно летний период, когда дети остаются без родителей наедине со своими наставниками, в молодых коллективах и требуют особого внимания. В этом году только от Мордовии более двух тысяч студентов в составе педагогических отрядов трудились в детских лагерях республики и за ее пределами. Лидеры вожатских движений поделились своим опытом друг с другом, держа в руках свечу в знак искренности и честности. А после вместе с гостями встали в Орлядский круг и исполнили традиционную лагерную песню. В круговерте забот не заметили мы, как был прожит еще один день. В круговерте забот не заметили мы, как был прожит еще один день. Арина Мелешкина, Игорь Гангаев. Наши новости.